Мы разбираемся с тем, как функционирует счастье. Счастье возникает в вас, потому что вы принимаете то, что есть прямо сейчас. А не потому, что случилось то или иное событие. Есть естественное принятие того, что есть сейчас. Как только появляется естественное принятие того, что есть сейчас, счастье становится единственным состоянием. Нет такого, что счастье то работает, то нет. Счастье — это не событие. Счастье — это состояние, в котором должен пребывать человек. Это не что-то, что происходит от случая к случаю. Оно становится чем-то случайным, потому что вы постоянно думаете, «Я стану счастлив, если случится то-то». Вы бываете счастливы не потому, что произошло то или иное событие. Вы бываете счастливы, потому что в это мгновение вы полностью принимаете то, что в это мгновение происходит. Говоря о данном моменте, я подразумеваю кратчайший промежуток времени. Сейчас, прямо сейчас, не в эту минуту, не в этот час, не в эту секунду. Я говорю про прямо сейчас. Если прямо сейчас вы получите то, что хотите, вы будете счастливы? Если вы получите то, чего хотите, вы будете счастливы? Скажем, вы хотите стакан воды, получив его сейчас, будете счастливы? Вам нужно столько-то денег, получив их сейчас, будете счастливы? Вы хотите что-нибудь есть, получив это сейчас, будете счастливы? Значит, вопрос не в воде, вопрос не в деньгах, вопрос не в еде. Вы получили, что хотели, и поэтому счастливы. Допустим, вы не хотите пить, принесут стакан воды, будете счастливы. Не обязательно. Если вы хотите воды, и она есть, а вы ее хотите, вы будете счастливы. Так что важно не то, что вы получили. Важно то, что если в это мгновение вы получите то, что хотите, в это мгновение вы будете счастливы. Сейчас, в данный момент, если вы получите того, чего хотите, вы будете счастливы. Или другими словами, если то, чего вы хотите, это то, что есть сейчас, вы счастливы. Итак, то, чего вы хотите, и есть здесь и сейчас. Мы говорим только о настоящем моменте, о данном мгновении, в самом крохотном промежутке времени. Если то, что здесь, это то, чего вы хотите, вы будете счастливы. Посмотрим на оборотную сторону монеты. Как бы сейчас ни было, может ли это быть по-другому? Мы говорим только о текущем моменте. Вы сейчас сидите. Можете ли вы сейчас стоять? В следующее мгновение можно стоять, прыгать, танцевать. Но прямо сейчас вы сидите. Прямо сейчас вы можете только сидеть. Сейчас моя рука в таком положении. Может ли она сейчас быть в таком? Когда она в таком положении, в данный момент она может быть только в таком. В следующем мгновении может произойти что угодно. Значит, то, как сейчас есть, не может быть по-другому, чем то, как все есть сейчас. То, как все есть сейчас, неизбежно. Все как есть, так и есть. И не может быть по-другому, чем есть в данный момент. Это мгновение неизбежно. Минуту назад такое уже было. Суть не в этом. Я говорю о данном мгновении. Оно неизбежно. Это осознанность от мгновения к мгновению. Это невозможно превратить в знание. Ну да, я знаю, что мгновения неизбежны. Мгновения не неизбежны. Неизбежно только это мгновение. Следующее является неизбежным. Следующим есть миллион возможностей. Неизбежно только это мгновение. Что же касается научной истины, то, что истина для этой планеты, не будет истином для другой. Но это мгновение неизбежно. Существуете вы или нет. Это мгновение неизбежно. Будет ли мироздание или его не будет, Это мгновение неизбежно. Каждый раз оценивайте заново. Неизбежно ли это мгновение? Это и есть осознанность от мгновения к мгновению. Как часто данное мгновение наступало в вашей жизни до сих пор? Никогда ранее. Это ведь совершенно новое мгновение. Его никогда не было и никогда больше не будет. Оно наступает только однажды. По своей глупости, вы все время думаете, в случае это, я буду счастлив, в случае 100, я буду счастлив. Счастье приходит к вам не из-за того, что вы женились, Счастье приходит к вам не из-за того, что родился ребенок. Счастье приходит к вам не из-за того, что вас уволили с работы. Дело в том, что в тот момент вы полностью принимали происходящее и поэтому были счастливы. Так что счастье пришло не благодаря свадьбе, ребенку, деньгам, тому или иному. К вам пришло счастье, поскольку вы полностью принимали то, что было в том мгновении. Если то, что есть, — это то, чего вы хотите, вы будете счастливы. Если то, что есть, — это не то, чего вы хотите, вы будете несчастны. Есть естественное принятие того, что есть сейчас. Как только появляется естественное принятие того, что есть сейчас, счастье становится единственным состоянием. Нет такого, что счастье то работает, то нет. Счастье — это не событие. Счастье — это состояние, в котором должен пребывать человек. Счастье — это определенный уровень приятных ощущений, в которых должен существовать человек. Это не что-то, что происходит от случая к случаю. Оно становится чем-то случайным, потому что вы постоянно думаете, «Я стану счастлив, если случится то-то». Вы бываете счастливы не потому, что произошло то или иное событие. Вы бываете счастливы, потому что в это мгновение вы полностью принимаете то, что в это мгновение происходит. Мы разбираемся с тем, как функционирует счастье. Счастье возникает в вас, потому что вы принимаете то, что есть прямо сейчас, а не потому, что случилось то или иное событие. Рождение ребенка — это не событие. Миллионы рождаются ежесекундно. Но вы принимаете это, и поэтому счастливы. Ежедневно люди женятся и разводятся. Это не является событием. Но в тот момент вы принимаете это полностью, и поэтому вы счастливы. Так что счастье приходит к вам, потому что вы принимаете это мгновение таким, как оно есть. Если вы осознаны, будете сознательно, позитивно, активно принимать то, что есть сейчас, счастье станет для вас единственным состоянием. Другого состояния не существует, потому что счастье — это не событие. Счастье — это непрерывное состояние существования. То есть, если вы будете непрерывно пребывать в состоянии удовлетворенности, в течение суток ваш интеллект может удвоиться. На сто процентов может улучшиться то, как функционирует ваш ум, если в течение суток пребывать в полной удовлетворенности. Случалось ли с вами такое, когда вы очень счастливы? Ваши действия полны абсолютной ясности и красоты. Если постоянно сохранять состояние удовлетворенности, ваш интеллект будет почти сверхчеловеческим. Сколько раз это мгновение происходило за всю вечность? Только однажды. Это мгновение абсолютно уникально. Никогда раньше и никогда больше никто не увидит этого мгновения таким, как оно есть сейчас. Для вас это совершенно новое и уникальное мгновение. И это мгновение также включает в себя все. Все, что существует в реальности, находится в данном моменте. Но ваш глупый ум никогда не находится в данном моменте. Ум постоянно кормится прошлым и справляет свои нужды в будущее. Будущее вам неизвестно. Вы выбираете кусочек прошлого, подправляете его немного, и так представляете себе будущее. Ваш ум постоянно колеблется между прошлым и будущим. Весь жизненный опыт всегда происходил в этом мгновении. Этот момент есть вечность. Этот момент — ваш единственный путь и к творению, и к Творцу. Остальное — лишь фантазии. Все эти идеи о прошлом и будущем — ваше прошлое — это просто память. Будущее — это просто воображение. Проекция прошлого. Для жизненного опыта, если вы хотите соприкоснуться с жизнью, единственная тропинка — это данный момент. Это так? Если вы хотите ощутить реальность, либо мироздание, либо Творца, есть лишь одна дверь. Это мгновение. Если вы не в этом мгновении, что невозможно, но если вы полагаете, что вы где-то еще, вы упускаете то, что есть здесь. И дело даже не в ощущении счастья, а в том, что ваша жизнь проходит мимо. Если вы не осознаете неизбежность того, что есть здесь сейчас, вопрос будет не в стремлении к умиротворению и счастью, а просто ваша жизнь пройдет мимо, потому что у вас галлюцинации. Все, что является реальностью, находится в данном моменте. И если у вас нет к нему доступа, значит, вы видите галлюцинации. Оглянитесь с осознанностью и посмотрите, сколько таких мгновений реальности. Нет, нет. Много ли в вашей жизни тех мгновений, когда вы действительно ощущаете реальность? Для большинства людей это лишь моменты боли и опасности. Редко для кого это происходит в моменты любви и радости. И очень мало для кого в моменты абсолютной осознанности. Всех же остальных только мгновения экстремальной боли и опасности возвращают в текущий момент. В остальных случаях они все подобны феям, летающим повсюду, не знающим даже вкуса жизни. Им известен только вкус раздумий, а вкус жизни им не знаком, потому что все, что с ними происходит, относится к психологии. Но жизнь проходит мимо. Вся значимость мироздания и его источника упускается из виду. Это единственное неизбежное мгновение всегда ждет вас. Никуда не исчезает. Оно всегда здесь. В каждое мгновение вашей жизни дверь открыта. Просто вы отворачиваетесь. Дверь мироздания, дверь к Творцу не закрыта. Она открыта каждое мгновение. И вы всегда в этом мгновении. Жизнь определила для вас, что вы не можете покинуть это мгновение. Делайте, что хотите. Но если вы захотите избежать этого мгновения, вам придется избежать самой жизни, чем люди с успехом и занимаются. прячась в расщалинах своего ума и избегая жизни. Разве не так? Вы пришли, чтобы испытать жизнь на опыте или уклониться от нее. Если вы хотите испытать жизнь, то единственное место, в котором ее можно испытать, это через дверной проем данного мгновения. И вам не нужно пытаться быть в этом мгновении. Жизнь вас в этом мгновении закрепила. Вам всего лишь нужно осознавать, что это мгновение неизбежно. Вот и все. И не может быть никаких вопросов. Я хочу, чтобы вы подумали и сказали мне, они соглашались со мной. Это мгновение. Это самое мгновение неизбежно? Чтобы вы посмотрели на это с максимальной осознанностью, на которую вы сейчас способны. Это мгновение неизбежно? Просто продолжайте его так наблюдать. И тогда все эти вопросы растворятся. Потому что вы пытаетесь воспринимать мгновение, как те мгновения, данное мгновение, будущее мгновение. Такого не существует. Никогда не было того мгновения. И никогда не будет будущего мгновения. Есть только это мгновение. Это мгновение вечность. Прошлое и будущее мгновение – это все ваша выдумка. В реальности существует лишь это мгновение. Это так? Но ведь было же и прошлое. Прошлого не было. Всегда есть только настоящее. Вы вспоминаете настоящее, которое теперь стало прошлым. Существует ли где-нибудь здесь вчера? Существует ли оно где-нибудь, кроме вашего ума? Вчерашнего дня уже не существует. То, что произошло 10 лет назад, может приносить боль. То, что может случиться завтра, уже приносит вам боль. Вам больно от того, что случилось 10 лет назад? Вам уже больно от того, что может случиться завтра? А значит, вам больно от того, чего не существует. Если вас ранит что-то несуществующее, если вам причиняет боль то, чего нет, как правильнее сказать, вы нормальны или безумны? Вот откуда вся ваша боль и берется. Этот момент никогда не причиняет вам боли. То, что было вчера, то, что может быть завтра, вот что причиняет боль. Значит, вы страдаете от того, чего не существует. Является ли это определением безумия? Когда люди начинают страдать от того, чего не существует, считается ли это клинической ненормальностью? Единственное утешение в том, что все вокруг такие же. Что такого особенного? Ведь все вокруг такие. Но фраза «все вокруг такие» не является решением. Это всего лишь утешение. Так что вопрос в том, ищите ли вы утешение. Если вы ищите утешение, то все это не обязательно. Просто верьте, что Бог ведет вас за руку, и все будет прекрасно. Вот вам утешение. Вы будете хорошо спать по ночам. Если вы ищите решение, вы должны посмотреть жизни в лицо. Вы должны увидеть ее, как она есть, а не такой, какой она по-вашему должна быть. Сейчас вы всю свою жизнь быстрый ледак. Вы счастливы, только если происходит так, как вам кажется все и должно происходить. Не так ли? И при этом, не моргнув глазом, вы говорите, что верите в Бога. Одна единственная причина, почему кто-либо несчастен, состоит в том, что жизнь не складывается так, как считает нужным он. Да? И даже не моргнув глазом, они утверждают, что верят в Бога. Если вы верите в Бога, в чем тогда проблема? Жизнь определенно должна складываться так, как считает нужным он. Да или нет? Если жизнь складывается не так, как вам нужно, наверное, она складывается так, как считает нужным Бог. Не так ли? Так вы и будете даже лучше? Нет? Кто, по вашему мнению, более разумен? Вы или ваш Создатель? Это же очевидно, не так ли? Раз вы такие умные, тогда тот, кто вас создал, должно быть гораздо умнее вас. Не так ли? Так должна ли жизнь складываться так, как хочется ему, или так, как хочется вам? Нет, нет. Я хочу так, как хочется мне. Какая разница, чего хочется ему? Он должен все делать так, как я хочу. Каждый день 70% населения ежедневно указывают Богу, как нужно управлять планетой. Люди постоянно указывают Богу, как ему управлять этим миром. Он, наверное, так устал слушать все эти идиотские предложения от людей, самостоятельно назначивших себя его советниками. Природа вашего ума такова. Ну да, понятно. Теперь я знаю. Мгновение неизбежно. Нет. Это абсолютно новое и уникальное мгновение. Вы никогда ранее с ним не встречались, и никогда не встретитесь снова. Вам нужно подойти к этому с абсолютной осознанностью и поразмыслить о том, неизбежно оно или нет. Оно неизбежно. Если вы по-настоящему остановите неизбежность того, что есть сейчас, можете ли вы испытывать страдания? Я спрашиваю вас. Можете ли вы испытывать страдания? Если вы действительно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, сможете ли вы страдать? Сможете ли вы злиться? Будет ли у вас страх? Весь жизненный негатив, который вы стремитесь преодолевать, исчезает, когда вы обретаете связь с истиной. Сила страданий и ваша удаленность от истины прямо пропорциональны. Насколько вы далеки от истины, настолько же сильны и ваши страдания. Насколько вы близких к ней, настолько же ваши страдания и малы. Если вы погружены в нее, страдания быть не может. Если вы истинно принимаете неизбежность того, что есть сейчас, тогда это конец всех страданий, не так ли? Все возникающие у вас страдания являются либо ментальными, либо физическими. Возможно, физическая боль. Но есть различия между болью и страданием. Боль имеет физическое происхождение, и она для вас полезна. Вы по-прежнему существуете только благодаря боли, а не вашему взрывомыслию и интеллекту. Пожалуйста, знайте это. Боль — это хорошо. Но страдания создаете вы сами. Но когда я испытываю боль, как я могу не страдать? Если вы истинно принимаете то, что есть в данный момент, тогда будет только боль. Страдания не будет. Боль — это очень полезная штука. Она придает вам человеческий вид, иначе вы бы давным-давно его потеряли. Но страдания — это на 100% в ваших рук дело. Это так? Страдания создаете вы сами. Потому что, что бы ни случилось, вы преувеличиваете это в своей голове. Вы уводите это туда, где реальности уже не существует. Если вы находитесь в реальности, она лишь данное мгновение. Если вы примете то, что есть здесь сейчас, это будет окончанием страданий. В таком человеке страдания быть не может. Если вы будете оставаться в контакте с истиной в течение некоторого времени, и под некоторым временем я подразумеваю ни тысячелетия, ни год, ни всю жизнь, и даже не час. Я говорю о нескольких мгновениях. Если вы пробудите в осознании неизбежности того, что здесь есть сейчас, в вас произойдут феноменальные изменения. Изменится ваше тело, изменится ваш ум, изменится все в вашей жизни. Сейчас ваша осознанность такова. В одно мгновение вы здесь, следующее где-то еще. Одно мгновение здесь, следующее где-то еще. Проблема в том, что ваш ум хочет постичь это. Ваш ум хочет это постичь, но постичь это невозможно. Истина – это не то, что можно понять. Вы должны ей поддаться, другого способа нет. Все мироздание существует по воле истины, не так ли? Целое мироздание умещается в неизбежности этого мгновения. Вы просто песчинка в этом мироздании. Как же вы сможете это постичь? Вы не сможете постичь этого. Если попытаетесь понять, вы получите какое-то представление об этом. Но ваше представление – это ваша выдумка. Что значит иметь представление? Это значит, вы это выдумали. Ваши представления вам не помогут. Если пытаться вести правила, принимать каждое приходящее мгновение – это не поможет. Вы станете сонными и пассивными. Просто осознавать. Дело не в том, чтобы это понять. Вы находитесь внутри истины. Если вы осознаете это, тогда это все. Тут нечего понимать. Все настолько просто и настолько очевидно. Но ум стремится это ухватить. Вы не можете это ухватить. Вы заключены в моменте. Вы не можете его ухватить. Если вы отдадитесь на волю этого мгновения, вы достигнете цели. Делать ничего не нужно. Все уже на месте. Делать ничего не нужно. Осознавая, что это мгновение неизбежно, можете ли вы бегать? Можете ли вы есть? Можете ли вы работать в офисе? Лежать в постели? Можете делать все, что захотите. Просто осознавая, что это мгновение неизбежно. Эта неизбежность не ограничивает вас. Это единственная свобода, которая у вас есть. Когда я говорю, что она неизбежна, ваш ум говорит, «Я что, застрял в этом мгновении? Как же я буду делать это?» То это единственная свобода, которая у вас есть. Потому что это точка опоры вашего существования. Это основа вашего существования. Это единственная свобода, которая у вас есть. Но могу ли я думать о завтрашнем дне? Думайте о завтрашнем дне. Думайте на миллион лет вперед. Но осознавая, что вы находитесь в этом мгновении. Думать о вчерашнем дне или думать о завтрашнем – не проблема. Вы пытаетесь попасть у вчерашней и завтрашней дни. Вот в чем проблема. Думать о завтрашнем дне не проблема Но верить, что вы в нем находитесь, это сумасшествие Если вы думаете о вчерашнем дне, нет проблем Но если вы начинаете жить в нем, вы охвачены безумием Думать о вчерашнем дне, планировать завтрашний, это не проблема Осознавая, что это мгновение неизбежно Используйте свое тело и ум в полной мере их способностей Никаких проблем Но потеряв эту осознанность, вы потеряете единственный фундамент своего существования И вас охватят галлюцинации Вопрос не в том, приятными они будут или неприятными А в том, что жизнь будет проходить мимо Все дело исключительно в принятии Когда этот процесс продолжительный, вы учитесь принимать пассивно Если вы принимаете что-либо пассивно, вы становитесь апатичными У вас становится меньше и меньше жизни Но в данном случае речь об активном, динамичном принятии того, что есть сейчас Вопрос не в том, чтобы принимать так Жизнь все равно приносит боль, надо ее принять Жизнь не приносит боли Это мгновение такое, как есть Оно не может быть другим, чем оно есть Это и есть реальность Если принять это мгновение таким, как оно есть Все становится частью вас Все, что вы принимаете, всегда становится частью вас Все, чему вы сопротивляетесь, становится у вас на пути Пожалуйста, сознайте это Это справедливо даже в отношении людей Если вы кого-то принимаете полностью, вы чувствуете его как часть себя Не так ли? Любовные отношения — это лишь более глубокий уровень принятия вами человека Когда вы начинаете чувствовать его почти как часть себя Не так ли? Да или нет? Если вы не принимаете его Он сразу как будто из другого мира Я противлюсь ему, он из другого мира Если я приму его полностью, он станет на 100% частью меня Почти в отношении всего в этом мире у вас есть много слоев сопротивления Я хочу, чтобы вы честно взглянули на это Возьмите самого дорогого вам человека И посмотрите, сколько слоев сопротивлений у вас по отношению к нему Что уж говорить про кого-то с улицы Это так? Разве у вас нет множества своих сопротивлений к самому близкому для вас человеку? По мере того, как вы принимаете, принимаете, принимаете Наступает такой момент, когда вы в полном принятии И уже не существует двух человек Я даже не знаю, кто этот человек Он сидит со мной И когда мое принятие абсолютно Двух людей не существует Это не то, что подумать и ощутить Ну да, мы оба единое целое Не так На самом деле нет двух людей А есть лишь одно существо Подобно тому, как вы ощущаете пять пальцев на руке Так же вы ощущаете и вот этого Как часть себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...